Здравствуйте, меня зовут Бо Ян и вы на моем канале Буняс Лайб. Добро пожаловать! Если вы впервые на моем канале, то здесь мы говорим о правильном корейском уходе и о корейской косметике. Если вы хотите сияющую, красивую, здоровую кожу, то подписывайтесь на мой канал и смотрите видео дальше. Очень многие у меня постоянно спрашивают, почему у меня кожа вот так сияет, а как кореянки ухаживают, чтобы кожа вот так вот красиво облестела не жирным блеском, а именно здоровьем. Сегодня как раз мы об этом узнаем. И, кстати, в конце видео будет розыгрыш, поэтому смотрите видео до конца. В Корее даже существует отдельный термин «бульган пибу». Пибу – это кожа на корейском, бульган – это такое состояние, когда кожа наполнена влагой. И очень ценится вот такое состояние кожи, когда кожа сама по себе без макияжа выглядит чисто, очень увлажненной, красивой и даже есть в косметологии специальные уколы для того, чтобы сделать кожу именно такой. Но без уколов также можно добиться такой сияющей, здоровой кожи, если соблюдать несколько правил. Первый секрет – это, конечно же, очищение. Кореянки используют двухэтапное очищение в вечернем уходе, когда наносят макияж. Это когда мы используем специальные средства для демакияжа, чтобы просто удалить всю декоративную косметику, сепом, который у нас выделился в течение всего дня. И затем мы умываемся водой, и уже вторым этапом используем гель, пенку для умывания, чтобы очистить остатки. Утром уже не нужно использовать двухэтапное очищение, утром достаточно умыться. Или водой, у кого, например, очень сухая кожа, или пенкой гелем для умывания. Для первого этапа я часто использую очищающий бальзам. Он смывает макияж любой стойкости, помаду, тушь, подводку. И у него очень приятная, сорбетовая такая текстура. Видите, как хорошо он смывает. Здесь также есть экстракт цветочков разных, например, лаванды. И экстракт риса, который выравнивает тон кожи лица, не щиплет глаза, очень приятно массировать. И затем мы смываем водой комнатной температуры, и кожа вот такая вот чистая. Ну, также, кроме двухэтапного очищения, важную роль играет дополнительное очищение кожи, потому что наша кожа состоит из нескольких слоев, и она сама по себе умеет регенерироваться. Наша кожа постоянно регенерируется, мы этого просто не замечаем. Но клетки, новые клетки появляются, и они поднимаются наверх, на поверхность кожи. Мертвые клетки на поверхности, они сами удаляются. Обычно считается, что естественный цикл регенерации кожи – это 28 дней. Но по разным причинам этот цикл часто нарушается. Когда мертвевшие клетки на поверхности кожи остаются и не отпадают, естественно, тогда новые клетки не могут выйти наверх, поэтому получается вот такая выстраивается очередь. Кожа становится более тусклой, сухой, некрасивой, шершавой. Поэтому нам нужны средства для дополнительного очищения. Это разные средства пилинги, пилинг-скатка, пилинг-гель, пилинг-диски с крабой, и также косметика с кислотами, которые мы знаем – АХА, БАХА, ПЕЧИ, кислоты, которые помогают раскладывать поверхность кожи, чтобы дать восстановиться этому естественному циклу регенерации кожи. Очень важно не злоупотреблять и выбирать хорошие, качественные, проверенные средства, которые не будут травмировать кожу. Это очень мягкий пилинг-гель с абрикосовой косточкой, но косточки не чувствуются. Когда массируем лицо, выходит загрязнение, прямо видно, и затем, когда умываемся, кожа становится просто бархатно-гладкой, очищаются и поверхность, и поры. Вот такой вот гель можно использовать один-два раза в неделю. Также отличным способом для гладкой кожи является использование тонера с помощью ватного диска. Много-много раз говорила, что в Корее обожают использовать тонеры кореянки, поэтому я очень рекомендую вам присмотреться именно к корейским тонерам, потому что тонеры сейчас идут в большом объеме, с хорошим составом, отлично увлажняют и даже очищают кожу. И легкий способ ежедневно разглаживать кожу, это когда мы наносим на ватный диск тонер так, чтобы ватный диск полностью был мокрым, и затем протираем поверхность кожи. И протираем не вниз, а именно вдоль кожи, вот так, или немножко наверх. Таким образом мы тонизируем, увлажняем кожу и также разглаживаем поверхность кожи. И так как это намного бережнее, чем пилинги и скрабы, у кого, например, чувствительная или сухая кожа, могут как раз использовать этот способ для гладкой поверхности кожи. Это мой самый любимый воздушный тонер, он выдает вот такую вот прекрасную мягкую пенку, которым очень приятно протирать лицо. Здесь есть нецинамид, экстракт чайного дерева, который ухаживает за порами, кожа становится очень гладкой, но также его можно носить руками для увлажнения кожи, очень приятно впитывается, кожа остается такой красивой, сияющей после тонера. А второе обязательное правило, это, конечно же, увлажнение. Кожа выглядит наполненной влагой, когда мы ее хорошо увлажнили. Когда кожа чистая, и поверхность, и внутри намного лучше впитывается косметик, который мы наносим. Когда мы ее полностью очистили вот этими средствами и этими этапами, то сейчас можно увлажнять кожу, и здесь важно увлажнять кожу изнутри и снаружи. Как это мы делаем? В первую очередь мы увлажним кожу тонером, потому что тонер – это водянистые средства, которые могут глубже впитаться в кожу, чем, например, более плотные кремы. Конечно, есть такой момент, что тонер очень водянистый, там действительно большой концентрат именно воды, но сейчас в корейских тонерах часто используют не просто обычную воду, но гидролат разных ингредиентов, таких как зеленый чай, цинтелла часто используют очень популярный ингредиент, который успокаивает и увлажняет кожу. И тонер для того, чтобы увлажнить кожу внутри, вы можете первый раз, когда мы разглаживаем поверхность кожи, наносить тонер ватным диском, а второй раз уже просто руками. И когда мы наносим тонер, не просто нанесли и ждем, пока он высохнет, когда мы просто ждем, чтобы он высохнет, большая часть тонера будет испаряться. Поэтому важно ладонью вот так вот хорошо впивать, это называется чоп-чоп-чоп, да? Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Также корейский тонер, если у вас хороший тонер, с хорошим составом, без ароматизаторов, без вредных консервантов, которые желательно избегать, если у вас чистый, хороший увлажняющий тонер, то вы можете наслаивать 2-3 слоя. Вы знаете, что в Корее есть метод 7 слоев тонера, если вы не знаете, то посмотрите видео. Это отличный способ, кстати, для сухой кожи и также на лето. Затем обязательный этап для увлажнения, это увлажняющий лосьон или крем. Тонер и увлажняющий крем, это минимум 2 средства, которые я рекомендую использовать абсолютно всем, вне зависимости от вашего состояния, от типа кожи, потому что тонер впитывается как бы глубже, но если не запечатывать его кремом или лосьоном, то увлажняющие компоненты будут испаряться. И здесь при выборе хорошего увлажняющего крема играет важную роль не только текстура, но и также состав и сама эффективность, потому что очень плотные увлажняющие кремы, которые вроде бы кажутся, что они отлично должны увлажнять кожу, могут просто не впитываться в кожу, просто будет кожа блестеть как жирный блинчик, но при этом вы будете чувствовать сухость кожи изнутри. Такие средства, к сожалению, тоже бывают, поэтому важно выбирать не только по текстуре, но и по составу, и действительно, как этот крем хорошо увлажняет кожу. В этом увлажняющем креме использованы ингредиенты из корейской медицины Ханбанг, также здесь есть неоцинамид, экстракт риса для выравнивания тона кожи лица. Крем легкой текстуры, но отлично увлажняет кожу, отличный продукт. Также дополнительно вы можете использовать серумы или сыворотки между тонером и кремом с такими компонентами, как гиалуроновая кислота, и сейчас корейские производители используют разные частички гиалуроновой кислоты, чтобы маленькие глубже впитывались, а большие оставались на поверхности. Также такие компоненты, как скволен, церамиды, тоже отлично помогают увлажнять кожу. Также отлично подойдут увлажняющие маски для лица, здесь именно я говорю увлажняющие, а не питательные, не маски от пор или от акне, потому что такие маски могут содержать кислоты или другие немножко подсушивающие компоненты. Нам нужны именно увлажняющие, это акцентелла, огурцы, зеленый чай, гиалуроновая кислота, опять же, гиалуроновая кислота, это самый популярный и эффективный, часто встречаемый компонент для увлажнения. Это тканевая маска с центеллой азиатской, здесь 15% этого экстракта, он идет только для увлажнения и успокаивающего эффекта, на каждый день можно его использовать, очень много сыворотки в нем, хватает на последующие 2-3 дня, и сама маска идеально ложится в кожу и не падает. Третий секрет, это, конечно, корейский макияж. В Корее не популярный макияж, а матовый макияж, а кожа. Больше такой вот макияж чистый, чистый, гладкий и сияющий кожей, и на помощь к нам приходят корейские тональные средства, в особенности корейские кушоны. Многие, наверное, заметили, если кто уже пробовал кушоны, они обычно идут с увлажняющими компонентами, даже сейчас делают кушоны со сыворотками питательными, чтобы не просто маскировать недостатки и придать красивый тон кожи, но и увлажнять и питать кожу, потому что с тональным средством мы также ходим в течение всего дня. Итак, мы сегодня узнали о секретах красивой, сияющей, здоровой кожи кореянок. Эти правила нужно соблюдать всегда, и тогда у вас тоже будет гладкая, красивая, сияющая кожа. И, как обещала, у нас состоится розыгрыш. Я подготовила три набора из тонера, крема и тканевых масок Beauty of Jusson, которые мне больше всего нравятся. Всего лишь нужно подписаться на мой канал, на мой инстаграм, написать в комментариях, какой у вас тип кожи, какую проблему кожи вы хотели бы решить. И также напишите обязательно в вашу электронную почту, чтобы я могла с вами связаться. Когда заканчивается розыгрыш, напишу подробности под видео, поэтому обязательно читайте. Подарки можно отправлять по всему миру, поэтому участвуйте с удовольствием. Буду читать ваши комментарии. Скорой встречи. Пока! Пока!